Ученик 5-й Видновской школы Владислав Снитков в детскую поликлинику пришел, чтобы получить первую фазу прививочного компонента от коронавируса. В свои 16 лет молодой человек осознает серьезные ситуации и таким образом заботится не только о себе, но и об окружающих. Это спасает жизни, множество жизней, как свою, так и близких к тебе людей. Будет, так скажем, коллективный иммунитет. Люди не будут сидеть в изоляции постоянно. Они смогут выходить на улицу, общаться, контактировать друг с другом. Подростков стали вакцинировать в январе этого года. Прививка необязательная, пока несет лишь рекомендательный характер. Но, по мнению специалистов, только так можно добиться коллективного иммунитета. Процедура доступна детям от 12 до 18 лет. Вакцинация проводится вакциной «Спутник М», которая разработана на основе вакцины для взрослых «Спутник Ви», только с уменьшенным содержанием действующего вещества в 5 раз. Вакцинация проводится двухэтапно. То есть, в нулевой день вакцинации вводится первый компонент в дозе 0,5 мл. Дальше, через 21 день вводится второй компонент, также в дозе 0,5 мл. В день вакцинации ребенка осматривает педиатр, он и выдает направление. Имеется ряд противопоказаний. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических болезней, индивидуальная непереносимость. Проще говоря, аллергия на компонент. После введения препарата в течение 30 минут подросток находится под наблюдением специалистов. Нужно заполнить медицинские документы. Законный представитель ребенка пишет заявление о проведении вакцинации и добровольное согласие на проведение вакцинации. Подростки с 15 лет могут сами решать. Нам необходимо стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Потому что, когда начиналась пандемия, дети болели редко и легко. Но с приходом штаммов дельта и особенно омикрон ситуация в мире резко изменилась. И с января 2022 года резко увеличился процент госпитализации детей, в том числе с осложнением. Получить прививку можно в детской поликлинике города Видное по предварительной записи на портале госуслуг. Кабинет работает по вторникам и четвергам. С 8 утра до 7 вечера. С часа до 2 технический перерыв. Те, кто уже защитил свое здоровье, делятся. Процедура быстрая и безболезненная. Очень быстро, безопасно. Всем советую. Своим близким, ровесникам. Не больно, все хорошо. С началом учебного года вакцинация станет доступна и в школах без отрыва от учебного процесса. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.